Всем доброго дня! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня мы будем сажать картофель и я хочу поделиться своим методом посадки картофеля пророщенного именно ростками вниз. Мы садим уже этим методом третий год и результатом урожая картошки мы всегда довольны. Крупные клубни получаются и мелочи очень-очень совсем мало. Вот наша картошка, видите, она проросла в сетках, она у нас в подвале. Специально мы не проращиваем ее, она лежит у нас в подвале до апреля месяца, до конца. Мы вот приехали и вытащили, сейчас она немножко просохнет, я ее вытащу с сетки и сегодня начнем уже сажать, потому что уже отростки большие, иначе потом будут ломаться. Наш сорт очень хороший, рассыпчатый. Здесь у нас два вида этой картошки. Поэтому вот такие вот клубни вырастают огромные. Вот картошки нашим методом. Чем хорош этот метод? И он нам нравится, посадки именно вот этими ростками вниз. Так как ростки должны находиться под самим вот клубнем. Вот именно вот росточки и вот сам клубень. С почвой они вот так должны соприкасаться. Бочком ведь корни растут не из самого вот этого вот клубня, а именно растут из вот этих вот отросточков. Как их правильно называют? Называют это отростки столоны. И чтобы эти вот корешки, столоны пошли именно в рост, они должны быть посажены не менее чем 10-15 сантиметров. Должна быть бороздка для вот этих вот столонов, именно этих отростков. При такой посадке куст растет и всходы получаются более широкими, чем вот при посадке ростками вверх. Огибая маточный клубень, вот этот вот, ростки расходятся в стороны. И получаем потом мощный куст именно картофеля. Вот видите, отросточек один пошел в эту сторону, эти отросточки будут идти в эту сторону, этот отросток пойдет в другую сторону. И потом куст получается такой более мощный и большой и пышный. Если вы решитесь посадить таким вот способом клубни вниз именно ростками, то всходы, конечно, зайдут намного позже, чем клубни, обычно вот посадленные ростками вверх. Чем еще этот способ хорош? Что не нужно его окучивать, вот как мы обычно делаем картофели. Ну вот такой вот метод теоретический я вам рассказала. А сейчас я разложу всю картофель эту по ящикам, по корзинкам и будем сажать. И я покажу именно как мы его сажаем. Вот участок подготовили мы к посадке картошки. Здесь будет один сорт. Мы картошку садим все по сортам. А теперь покажу, как садим вот эту вот картошку ростками вниз. Вот картофель. Вот она проросшая. Садим не вверх, вот так вот, картофелиные эти, а наоборот, вот так вниз. Вот земля. И вот так вот именно ладен, как бы упирается клубень в стенку борозды. Вот. А ростки идут именно в глубину. Глубина нашей этой траншеи здесь вот 15 сантиметров. Вот так вот. Ростки будут охватывать клубень вот этот вверх со всех сторон и будет развиваться мощный куст. Вот посадила, как видите, ряд. Вот оно все видно. Сейчас пройду, просто покажу. Вот так вот. Все ростки смотрят не вверх, а вниз. Вот они. Видите? Вот они. Росточки внизу. Но не так вот кверху, а именно вот так. Вот. Полностью рядок так посажен. И вносим компост. Обязательно. Попробуйте. Это не трудоемкий труд. Положить именно картошку на бок, росточками вниз. А результат вас обрадует. Посмотрите, какой будет мощный куст такой. Ну вот. Теперь запахиваем. В этом году я буду сажать вот такую картофель. Черный конго называется. Выращенный из семян. Вот такие. Которые фиолетово. Очень хорошо снимает и давление, и лечит суставы. Ну, сказали, что очень полезно. Поэтому будем сегодня сажать такую вот картошечку. Так как она меленькая, придется нам по две штучки вместе сажать вот таких. А то и три. Вот так вот она посажена. Где два, где три, где по одной. Ну, вот будем смотреть на урожайность этой картошки. Обязательно надо внести компост вот тут в рядок. Иначе пустой земли родить не будет. Ну, теперь будем пахать. Все, поле наше вспахано. Вот оно. Полчаса работы. Сколько соток, Коль, здесь? Еще дыни, арбузы. Их осталось. Картошечка наша посажена.